Касым Жумар Токаев находится с рабочей поездкой в Павлодарской области. Первым делом президент проверил ремонтные работы на Экибастузской ТЭЦ, а также встретился с жителями города. О проводимой работе Токаева читались первый заместитель премьер-министра Роман Скляр и Аким области Асаин Байханов. Какие задачи поставлены перед ответственными лицами и какие вопросы поднимает глава государства в своем новом послании народу, которое будет оглашено уже в сентябре, знает Назамгуль Кусым Кумыспаева. Экибастуз. Город, жители которого выжили, не побоюсь этого слова, прошлой зимой. В ночь на 27 ноября из-за аварии на местной ТЭЦ и множества порывов на тепломагистралях шахтерский город с населением 150 тысяч человек остался без теплоснабжения в 30-ти градусные морозы. Тогда, чтобы по артериям города пошло тепло, ремонтно-восстановительные бригады почти три недели работали круглосуточно. Теперь в таком же режиме бригады в составе 470 человек работают на Экибастузской ТЭЦ. Сегодня глава государства, прибыв в Павлодарскую область, направился в первую очередь проверить, как там идут ремонтные работы. Поставка запасных частей идет строго с графиком и отклонений от реализации запланированных планов нет. Вся эта огромная конструкция котлы, от которой зависит, будет ли это зимой у кибастовцев дома тепло. Вообще в ТЭЦ и Кибастуза всего 10 котлов. Водогрейные и паровые. Два из них уже отремонтировали, говорят на ТЭЦ. Остальные обещают отремонтировать до конца октября. Для этого бригады работают в две смены. Работа идет в круглосуточном режиме, а значит не прекращается ни на минуту. Сами работники не понаслышке знают, каково это остаться без тепла в мороз, поэтому выкладываются на 100%. Как думаете, успеем в зиме? Конечно, дети у нас дома. По-любому надо успеть. А вы сами из Кибастуза? Да, да. По плану все идет? Все по плану идет. Вот один остался на монтаже. А в зиме успеем? Да, успеем. Вы сами откуда? Из Кибастуза. В Астрополю материал поднимаю, там, груза. Работаю краном. Ну какие-то проблемы, может, если что-то не довозят, не привозят? Нет, все доставляют, материал новый полностью, все делаем, работаем, все предоставляем, все вовремя. Осматривая ТЭЦ, глава государства отметил, что работы по ремонту нужно держать на контроле и ни в коем случае не допустить подобного ни в самом Кибастузе, ни в другом городе. Ситуация серьезная. Износ очень большой. Надо системно заниматься этим вопросом. И постоянно держать пользу. То, что произошло прошлой зимой, конечно, ни в коем случае. Повторяется не может. Ни в этом городе, ни в других городах. Это ответственность правительства и всех окинув. Тяжелый урок на извлете из всего, что случилось. В целом, ответственные за восстановление ТЭЦ говорят, что ремонт уже завершен на 60%. По результатам гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных сетей устранены 304 повреждения. И проведена замена 62 километров трубопровода. За счет средств резерва правительства ведется реконструкция более 5 километров тепломагистралей. Поскольку ТЭЦ состоит в наборе оборудования из 10 котлов, 5 котлов мы приняли в государственную собственность, выделили на их ремонт из резерва правительства 7,4 миллиарда тенге. Это полная сумма, которая необходима для полного капитального ремонта данного оборудования, чтобы оно работало в отопительный период с КПД порядка 90%. Что касается тепловых сетей, о каким области доложил Экибастузский, все необходимые средства, которые были необходимы в данном случае, мы выделили на полную замену 5,5 километров тепловых сетей. Это 9 миллиардов тенге. Такой масштабной реконструкции в Экибастузе никогда не проводили. Мы абсолютно убеждены, уверены в том, что мы войдем в отопительный период с полной готовностью. Новая экономическая модель должна дать стране серьезный импульс экономическому развитию. Так считает президент. Раскритиковав работу отечественных экономистов и назвав ее недоработанной и некреативной, глава государства анонсировал свое предстоящее послание народу Казахстана, которое будет оглашено в сентябре. Там он изложит свое видение. Задача правительства состоит в том, чтобы дать соответствующие предложения. Это во-первых. И во-вторых, дать соответствующую гарантию реализации планов, которые будут подготовлены в соответствии с этим предложением. Но не буду скрывать, что я лично думаю над тем, как подойти к разработке и подготовке новой экономической модели. Народ ждет от нас конкретных решений, поскольку нужно решать вопросы насущные. Обеспечением достойного уровня жизни и нацеления нашего народа напрямую связано с тем, как мы видим, концептуально видим внешнее развитие экономики страны. Здесь без соответствующих кардинальных решений не обойтись. Глава государства также встретился с жителями Кибастуза. Он еще раз выразил благодарность за их терпение и гражданскую активность при ликвидации впоследствии стихии. Я специально приехал в Кибастуз, чтобы посмотреть на ситуацию. Прошлая зима была не из легких. Я все видел, я все понимаю. Мы должны быть едины, как один народ, одна страна. Жители города проявили терпение и выстояли в этой сложной ситуации. Поэтому я благодарен всем вам. Перед правительством были поставлены необходимые задачи, были выделены средства. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Жители поблагодарили президента за поддержку, а также обратились с вопросами по благоустройству города и строительству социальных объектов. К примеру, просят благоустроить городской парк «Шахтер» и построить дом творчества для досуга и развития детей. Глава государства принял все предложения. Рабочая поездка президента в Павлодарской области продолжается. По плану президент посетит еще несколько промышленных и социальных объектов региона. На Замгулькум Испаева, Бахэтбек Нуртаев, Айдос Медельбеков, Хабар, Павлодарская область.